Грозный 2.13. 2.13. 2.15. Несём службу улицы Гутуково. Дополнение принесёт службу будут. 23 марта экипаж спецвзвода ГАИ Алексей Ашмаров и Виталий Стрябченко, как обычно, патрулировал улицы города. Внимание автоинспекторов привлёк внедорожник серебристого цвета. Водитель увидел наряд ГАИ и испугался. Не знаю, почему данный автомобиль резко, как мне показалось, свернул на АЗС. Данный автомобиль был серебристого цвета. Автомобиль был тонирован. Сказал Виталий Витальевич, что данный автомобиль нам необходимо будет остановить, если он выйдет с АЗС. Буквально тут же передали ориентировку. Огнан Митсубиси Паджеро. Подозрительный джип подходил по всем признакам. Как-то чисто, не знаю почему, подумали, что может быть это и на самом деле тот автомобиль. Быстро прострелили и получилось, что это он. Хозяйка джипа вспоминает, уже успела попрощаться со своим четырёхколёсным другом. Она слышала, если подобные автомобили не находят по горячим следам, то с машиной можно попрощаться. Её разберут на запчасти. Нам позвонили и сказали, что задержали, можете подъехать. То есть мы проехали туда, на место задержания. Увидели этих лиц, увидели свой автомобиль в целости и сохранности. Затем проехали уже в отдел полиции. Я написал заявление об угоне автомобиля. Когда автоинспекторы подъехали на заправку, внутри авто никого не было. Водитель попытался скрыться. Пересел в другую машину, тоже подозрительную. Был установлен государственный регистрационный знак на задней части, тот, который соответствовал регистрации. А передний его знак был подложен с автомобиля, который, значит, был ранее утилизирован. Разные государственные регистрационные знаки тоже придали большое значение, что, может быть, этот автомобиль мог применяться как автомобиль прикрытия. Автоинспекторы вызвали на ряд полиции. Задержали всех, кто был в подозрительном авто. Трёх мужчин и девушку. Сейчас ведётся следствие. Впечатление очень хорошее и положительное. Потому что всё доступно объяснили. Всё было ясно и понятно. Только в прошлом году в Липецкие области угнали 256 машин. Сотрудники полиции нашли и вернули владельцам 185. То есть каждые 8 из 10 автомобилей. Марина Карасик, Валерий Фаустов, Михаил Жилкин. Липецкое время.